Одесса, город, сад. Приглашаю вас на прогулку в сады и парки Одессы. Городской сад-парк, расположенный в центре города Одессы, на улице Дерибаса, старейший парк в городе, сад был разбит Феликсом Дерибасом, братом основателя Одессы Иосифа Дерибаса, в 1803 году, на принадлежащем ему участке городской земли, прямо в центре молодого города. Из-за того, что для поддержания сада, парки и ухода за растениями у Феликона не хватало средств, он принял решение подавиться от города. Это произошло 10 ноября 1806 года. Участок земли и находящиеся на нем молодые насаждения были переданы в городскую собственность безвозмездно. Городской сад отреставрирован и открыт после реконструкции 9 мая 2007 года. Ботанический сад. Одесский ботанический сад находится на французском бульваре. Это сад Одесского государственного университета имени Мечникова. Первое дерево здесь посадил Александр Лонжерон. Сегодня в Ботаническом саду Одесского национального университета на площади 16 гектаров произрастает более 3000 видов зеленых питомцев самого разного возраста. За 190 лет из различных уголков земного шара собрана и привезена огромная коллекция. В парке можно изучить происхождение деревьев и цветов по табличкам возле них. В саду их великое множество. Сюда можно прийти с экскурсией, а можно и самому. Дюковский сад. Улица Раскидайловская. Старейший одесский парк, который был разбит по приказу Дюка де Ришелье. Как обрамление его летней резиденции в 1810 году. От главного входа ведет аллея, превращающаяся в лестницу, с площадками, от которых отходят боковые аллеи. Внизу большой продолговатый пруд, 200 на 50 метров, с островком, питающимся от кресного ключа, вытекающего из склона. Главная аллея-лестница приводит на обширную центральную площадь с большим каменным павильоном. Преображенский парк, по старому парк Ильича, был открыт в мае 1937 года и построен на месте первого христианского кладбища в исторической части города. Границы парка соприкасаются с молдаванкой, привозом. Парк Победы – парк-памятник садово-паркового искусства. Автор – ландшафтный архитектор Эмья Середа. Общая площадь парка почти 50 гектаров. Общая длина водоемов – 700 метров. Искусственный ландшафт представлен горками и прудами, островами, соединенными с берегом мостиками. Среди привычных сосен, пленок и дубов на территории произрастает множество редких видов деревьев. Ливанские кедры, бясеневые, кис, ягодные, различные виды можжевельника, винкобелоба, метасиквойя, граб, черемуха лавровишневая, кожевенная, находится в курортном районе Аркадия. Стамбульский парк открыт 26 мая 2017 года. Стамбульский парк стал популярным местом отдыха одесситов всех возрастов и гостей города. Его открытие посвящено 20-летию побратимских отношений Одессы и Стамбула. Это одна из лучших зеленых зон отдыха в Одессе. В парке много скамеек, клумб, есть спортивные детские площадки. Из парка можно выйти на потемкинскую лестницу, пройти на Приморский бульвар и к морскому вокзалу или проехать на фуникулёре. Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Основан в 1840 году, курган с Александровской колонии частично расположен на месте турецкого Хаджидея, а затем и Одесской крепости. Здесь расположена аллея славы с мотивой участников освобождения Одессы от фашистских захватчиков. И памятникам неизвестному матросу с вечным огнём, памятник Шевченко со стороны улицы Морозлеевская. Обелиск воинам-афганцам многочисленные дорожки ведут к морю, на пляж Лонжерон. Здесь же начинается трасса с дороги. На пляже Лонжерон расположен дельфинарий. Вся Одесса – это один огромный, замечательный парк на берегу Чёрного моря. И я смогла показать и рассказать небольшую часть садов и парков Одессы. Продолжение следует...